Та самая зажатость, то самый момент, что они находятся в большей степени прижаты к собственной базе, но, по крайней мере, выдерживают адрески соперников, да и по дропу проигрывают они не особо. Нет уже на базе, ланков абсолютно не видит нет, нет уходит вниз, динамит, будет пытаться того убивать, и убил. Есть Челси, который подбирает ДА-шку, он тут расцелый, в принципе, он располагает хорошими шансами динамитов, смотрите, динамитов ходят на каналы, нет, рельсачь Челси прерывает этот двоз, отлично, но ланков все-таки уезжает, нет, бомбы убивает. Элик из Атлафс есть, который также будет подхватывать, но есть также фонарчик, есть Кукушенко, и слишком много игроков в синей стороне находится справа, справа из сегмента карты, и будут они возвращать. Отлично сквознает Элик из Атлафса, и нет скидного декера. Но есть ланцер, который тащит, и на эту необходимо спрыгивать, ланков есть, а ланцер также будет прострелить оппонента, и на краю остается флаг, и должен данный игрок стремиться к доставке. Там фонарчик, а также сливает, есть бомба, которая будет давать прострел. Ракеляна, к сожалению, выдал уже одну лесу по Челси, получает вторую, но, более того, Ракеляна избегает смерти, и тут Челси уже в одиночку, что сейчас не уйдет, есть фонарчик, но у вас Ракеляна все еще есть ДДшка, успевает бомба слить фонарчика, и фонарчику необходимо уходить как можно быстрее, как можно дальше, поскольку сейчас идет массовый рез коллектива Синерджи, не успевает подобрать ее на птичку, но есть еще Челси, который сломяк голову стремится сквозным комплектом, к слову, он бы сейчас бы пригодился, но игроки коллектива Синерджи будут возвращать. Ну, Реокласс игнорирует, а Лавзат Лавса, и остается нет на одну в дефе, и Лавзат Лавса будет увозить на центр, канал и Ланцет будет контролировать, и Лавса знает, я думаю, инфу, но не туда выдает рельсы, видимо, Ланцет не сказал, но это увоз от Синерджи на центр, тут только помощь надо. Не четыре Рака по центру от коллектива Синерджи будет Динамит подхватывать, необходимо выдавать рельсы, чтобы уничтожить Ланцет и вернуть флаг, но тут в одиночку Ланцет уже ничего не сделает, и будет закономерна Рака в обороне Синерджи. Да, и Ланцет увезет, смотри, Ланцет увозит на центр, они же бомбы смотрят на него, бомба получает одну рельсу, Ланцет едет на каналы, Фуриокласса получает еще одну, а Реклян не трогает, а Реклян этому даст одну Кукушин-Трай. Но он обязан оставить, в любом случае сейчас подберет динамит, и не хватит попросту выстрелов для того, чтобы вернуть знамя. У тебя сзади проехал даршный танк, ты не выдал ему ни одной рели? Это, если сейчас не разбуду, и Аллаф из этого вас увозит на канал, причем чистый увоз. Именно рельсу Фуриокласса не хватило для того, чтобы уничтожить данного игрока, и теперь уже он везет через центр, и это доставка, поскольку никого нет, кто бы воспрепятствовал ему. К сожалению, тот самый выстрел обернулся тем фактом, что Синерджи располагают великолепные возможности выиграть. Помпу увозит, там есть еще на подхвате Ранзер, есть Челси. Редалер, это абсолютно нормальная карта для камбэка, тут и не такое отыгрывалось. Ранзер, правда, остается на одну, падает в полу-минус, в минус падает Ранзер. Реклян, правда, тоже падает в минус. Нет, обязательно подхватывать приспаху, главное избежать хотя бы один выстрел, но его уничтожают. Фуриокласс также есть, будет он выдавать рельсу по Ланзерту, а Ветис может попытаться выдать рельсу. Ну, динамит пытался ввести, но его сливают, нету необходимо удержать пространство, но в принципе нету перехвата от Синерджи. Ну, подожди, конечно, Синерджи не расстреляют, Ветис уже с Дэшкой находится подлинно, и на это нужно скрываться. Это заявка на возврат, необходимо выдавать сразу две рельсы, а вторая рельси пытаться ввести, только вот сразу четверо противников будут препятствовать ему это. Совершить, ловит он уже две рельсы, будет третий от Ланзерта, даже четвертая, и, собственно говоря, возврат близок к тому, чтобы состояться. Единственное, что должны игроки Синерджи выдать еще пару рельс по Ранзеру, слить Шелси, но и проходит еще на рельса, вполне возможно, что питоны поставят. Однако один флаг, к сожалению, не два, и поставил флаг престижа, увы, они не сравняют. На викинг-гамолот, и, кстати, Зик уже увозит на канал, и остается он целый, и Динамит, я думаю, будет блокировать, вам хоть и звары, и это будет первая доставка. Потому что некому из коллектива «Отважный питон» и перехватить флаг, Олифизат Лавс обязан подхватить. Есть паук, который врывается в Ланзерта, нету резиста от рикошета, и должны паук с фонарчиком разбирать. Ну вот да, есть Динамит, который в любом случае пытается подхватить. Олифизат Лавс также находится под Лиа флагштока, и происходит достаточно... Им надо четыре флага, а Зик тем самым еще один флаг увозит, и фонарчик пытается на хоре Изи догнать своего противника, однако хорошая скидка подала бы за Лавса. Ланзерта также хорошо сверху подбирает флаг, Ракеляна. Он может увезти, главное только не упустить флаг свой собственный, поскольку сразу четверо горку коллектива Синерджи находятся на флагштоке, и будет Ветис увозить, уходит он в штаны, и встречает Ракеляна, а также его будет сопровождать Ланзерт, и беспощадно уничтожают они вражеского флагоноса. У нас, конечно, находится на подхвате, и да, флаг не резонно не возвращает, они великолепно отыгрывают игроки, как Кива Синерджи, только сейчас, когда подоспели к нейту, чтобы у вас сжать. Потом они показали, кто чемпион, а кто отважный питон. Соответственно, один флаг престижа фонарчик может поставить. Эфетисвор не попал по флагу. Тем временем, так нет, вы для формы. Сам вас успеет. Форма уже в чате, заполняйте, возможно, именно вы получите.